Вор в добром обществе законно презираем, ему нет входа в честное жилище, он все приметит даже зырком краем, зенками рыщущими присвоение ищет. Но если глубже вникнуть рассудить, то каждый же самый благородный есть натуральный вор, он не в свои сады и в труд не в свой залез. Так модно вроде. Не верующий Богу тяжкий вор, природой пользуется, всем, что окружает, он ослеплен, не видит из-за шор. Слепых вокруг, так искренне нам жаль их. Бог десятиной просит рассчитаться в знак благодарности ему, чтобы возвратили ему принадлежащее, но в этом наше счастье. Расслышьте это, бедные магнаты-воротилы. Но не платящий час десятую из достатков, есть святотатис тяжкий, а не просто тать. О, как плотской на ограбление падок, иудинам серебряников деньги не подстать. Из наворованного строят, блудниц украшают и жарятся по разным заграницам. В правительстве такие бандышайки, но негде сиротам бездомным прокормиться. И времени отмерено для каждого в обрез, но даже час десятую, минут, часов и дней не посвящают Богу, а давят жизнь под пресс. Конечно, это вор и сам себе злодей. Худой мой бой открадывают ближних, опровержением злым, лишив авторитета, и репликой с насмешкой, слухом ли облыжем, а завтра обворованного по-иному встретят. Вор не наследует небесную обитель. Забудь обиды прошлые и милостью прикрой. О, сколько же Христу мы нанесли обиды! В приличном воровстве себя не зрим порой. 31 мая 2008 года